приветствую вас мои родные любимые христолюбцы и братья и сестры в христе и все люди на земле всем кто попал на мой канал на мои видео всем желаю радоваться и веселиться в господи всем желаю всякого счастья блага мира любви терпения в душу ваш прежде всего в дома ваших семьи ваши во все сферы жизни ваши чтобы все у вас было хорошо всем желаю прекрасного дня его начала или конца и хорошего настроения я принципе не так давно записал несколько роликов хотела их как бы два совместить вы помните как-то рассказывал кто последовательно смотрит о том что вот я лично давно уже убедился на своем опыте что есть три уровня людей ну понятно что я сам себя говорю давно ешь никаких не строю не систем не каких-то группировок я даже себя называю христианином уже много раз говорил публично что я уже я даже если называют то я называю сам себя и в христианство я вкладываю свое естественное мировоззрение и мне в принципе никакого дела нет что вы в него вкладываете и я не являюсь христианином по вашим критериям там да и не собираюсь под них подстраиваться у меня есть евангелие как у вас у всех наше дело по нему жить и его благовествовать вот и все в том понимании в каком конечно же мы понимаем никому глотки не грызть да ничего не навязывать палка не вбивать ни в голову никуда вот и действительно там у бабули у моей телевизор что-то под это сломался ну вот так что нам главное познавать суть евангелия самим по ним жить а то правда одну фразу очень хорошую прочитал когда-то даже пост свой сделал соцсетях мы так реально защищаем евангелие что уже забываем что надо жить по нему порой да вот поэтому над конечно самим познавать она у каждого есть она каждому доступна мы можем от себя что еще делать проповедовать учить это же самое да читать это все благие дела на самом деле давайте же сегодня еще раз подведем итоги я хочу такие из двух роликов собрать его из того роль когда когда-то говорил что по сути есть два таких пласта есть религиозники это хуже людей даже и люди я шучу конечно в том плане что и конечно везде есть ищущие люди да везде есть хорошие люди даже погрешшие в обряде в культе мы сегодня как всегда подытожим бог всем судья до каждый будет давать отчет за свои дела но грубо говоря действительно основная масса честно это не знает непонятно мне мировоззрение этих людей мы знаем кто распинал иисуса это именно закоренелые религиозники более того даже их не руководители вот поэтому я вот эту планку вот эту группу я лично никого не осуждаю вы сами себя отнесите какой группе в 1 если вы к ней не относится на вам на меня обижаться а то меня вот ты там тычешь но иисус тоже тыкал до группам ты сам реши в этой группе все это значит я просто правда обличает и свет так что это не мои сложности а твои и вот эта группа я бы назвал грешники не просто религиозники а религиозники тире или дефис грешники вторая группа человек человек с большой буквы действительно не важно кто он порой эти люди действительно вообще никаким себя мировоззрением не относит они просто живут вот по свету сумму в сердце своем это действительно люди с большой буквы л или человек с большой буквы ч и боги и дети всевышнего действительно вот сегодня об этих трех группах мы поговорим ну естественно параллельно мы сразу два веру так как я хочу два ролика совместить вы видели ролик где записал недавно только с подкастом без своего лика такой суть евангелия да я я возможно этот ролик знаете в виду такую в серийный буду там раз в месяц хотя бы записывать то есть суть евангелия да зачем вообще иисус приходил что такое евангелие в чем она выражается для чего он это делал если все и так было хорошо конечно же высшую планку господь нам открыл это как быть детям божьим поэтому вот эта планка что религиозники которые любят своих любая секта он своего единоверца брата любит да это уровень грешников я слайд такой вам сделал да конечно же господь нас учил невероятной любви даже к любящим мы помним что он сделал на прощальном ужине когда его ученики между собой возносились и все время решали вплоть до этого ужина ну да не так и не понимали что он последний прощальный но они вот вплоть до этого ужина и на самом этом ужине тоже выясняли кто из них выше кто из них больше кто из них лучше мы это с вами помним да иисус своим примером опять показал в чем суть истины никто выше а кто выше тот будь всем слугой да возьми сделай дело любви но при этом я тоже не надо забывать вот надо рассмотреть когда мы рассматриваем любовь к ближнему да ну я вот об этих вариантах которые сказал то есть грешник религиозный для меня это одно и то же человек с большой буквы и праведник так их можно назвать да действительно причем праведник как праведник оси был то есть по закону он должен был марию деву марию предать на пичево на побиение камнями а он будучи праведным не по закону а по свету в сердце своим хотел тайно и отпустить вот такую праведность я называю второй группой или к людям у себя две планки просто знаете атеисты и верующие люди верующие неверующие так назовем да то есть действительно эти люди правильно не важно как там их не сектор говорит или еще что-то игру то есть и в этих сектах культах есть нормальные люди он несмотря на все заповеди законы своих сект поступит всегда выберет истину чистоту свое сердце вот этих людей действительно называют праведниками и в мире не религиозно у которых нет никакого бога там грубо говоря на устах да не исповедующих неверующих так называем это человек с большой буквы ли люди это люди которые и соответственно если мы сейчас еще третью линию правил проводим самого учения суса то есть первое это любить любящих этот грешники религиозники 2 это любовь к ближнему в понятии иисуса да не в понятии миссии и ветхого за это в понятии иисуса который когда хоть и процитировал эти слова мысей потом вложил в них свой смысл евангельской это любовь к посторонним людям причем возможно тобой даже надмивающимися превозносящимися и и считающими тебя почитающими тебя ни за что это очень важно помнить иисус рассказал притчу о добром самаренине и верхняя планка это есть я говорю и в атеистической жертвенном я говорю может быть в этом культе тоже есть люди действительно как иисус да казалось бы он еврей вот и казалось бы он вырос в среде этого иудаизма и показал нам жертвенно любовь то есть есть и в этой среде естественно есть в атеистической люди готовы жертвенно любить в огонь бросаться за человека утопающего спасать да и как иисус сказал что это уровень как он говорит будьте отцами будьте богами детьми от отца вашего небесными сынами дочерями каким образом любить врагов но и вот теперь я хочу еще раз поподробнее мы все это с вами посмотрим да то есть любовь к любящим иисус прямо в евангельской в нагорной проповеди в евангелии в самом начале мы это читаем по матфе и по луке матфей вообще как будто нагорная проповедь открывает так скажем служение иисусу ну конечно благодаря другим евангелия мы видим что это немножко не так было то же самое евангелие от анасти возьмем как самое последнее мы помним что там первое чудо было притворение воды вино вот то есть все было немножко по-другому да но действительно вот так скажем если мы даже потому что матфея по луке смотрят как будто первая такая громкая речь проповедь иисуса и не зря его называют нагорный мы все должны прекрасно помнить и знать иисус прямо говорит если вы любите любящих то по сути вы грешники то есть вы можете я остальное не делать не любить посторонних не любить врагов и вы обычные грешники вот и все то что и грешники иисус скал делаю то же самое какая вам награда каждый любит любящего меня сегодня это вся гуглайт по головке я к нему очень хорошо отношусь у меня прям сердце полыхает к этому вот он если сделал iphone последней модели подарил и все у меня любовь к нему нереально папик подарил мне машину mercedes и я к ней я люблю своего папика не могу но вы понимаете о чем не да и прочие вещи а завтра ненавижу это все любовь к любящим этой грешники и сюда ягру вложите в эти понятия мысли иисуса он никогда в евангелии не призывал любить бога он никогда он процитировал один раз когда его спрашивали какая запасть в законе первое наивысшее наибольше причем искушая его по сути знает ли он закон и как его процитирует сам он никогда не призывал любить бога или отца сам он никогда не призывал любить себя он сказал если вы любите меня вы будете соблюдать на западе то есть это естественно если вы полюбили любовь потому что иисус это воплощение любви и он богослов так и сказал мы познав любовь его в его жертве уверовали в нее не в него он говорит в нее мы в любовь поверьте мы влюбились в любовь как бы это не тофтологично звучало мы влюбились в любовь и хотим ею быть ее воплощением точно таким же как и бог явился однажды оставив нам пример и проложив путь как мы должны влюбившись в нее стать этой любовью явить ее являть ее постоянно а любовь к любящим это делают и язычники протестанты все православные все религиозники всех не бог тебя любит как бог тебя любит любите бога вот да любить любящего подставьте сюда и бога как вот именно самого тебя любящего в этом нет вообще никакой награды и никакой пользы и никакой святости от того что ты любишь бога который бесконечно действительно на самом деле тебя любит тебя сотворил все подаете потребное для жизни и наслаждение как павел писал не только для жизни а для блага бытия для наслаждения павел в одном из своих посланий так и писал вы должны помнить эти слова то вы знаете здесь нет никакой награды и грешники господь говорит делают то же самое то же самое в этом нет ничего великого любить любящих и любить бога ничего в этом нет великого это грешники то же самое нет если ты ненавидишь людей если ты не творишь добро посторонним если ты не отвечаешь злом на зло врагам своим ты никакой не христианин ты обычный грешник ничем от них не отличающийся иисус прямо назвал любящих люб любящих любовь к любящим это тоже самое как и все грешники живут ничего здесь великого нету да иисус нам я руку любящим тоже высокую планку возвел и да и ее надо умудриться соблюсти я говорю умывать ноги ученикам до своим близким любящим тебя это конечно высокая планка но ты выше грешника все равно не взойдешь и сразу я даю комментарии только тоже надо всегда понять я хоть люблю этот образ всегда привожу в пример умывание ног даже любящим но надо не забывать сократ друг но истина дороже при этом когда петр хотел иисуса от пути его жизни отклонить он сказал отойди от меня сатана но при этом ирона не послал не линчевал не побил камнями и не послал подальше от себя он просто ему сказал прямо я буду стоять на своем но вот мы так это должны просто перевести по-человечески для себя иисус не отрекся от своего пути и сказал отойди от меня ты думаешь не то что божеское когда его родственники пришли думаю что он с ума сошел брать его в психушку закрывать он сказал кто матерь моя и братья мои сказал все кто исполняет сейчас переведем на христианский язык мои заповеди иисус потому что на прощальном ужин кто с ним завет заключал он сказал кто любит меня будет исполнять мои заповеди не моисеев закон не моисея не пророков не праведник каких-то не потом навернутое предание старцев опять новый новенькая на вас и старенькой новенькой кто в новых культах уже после христи и христи явление вознесения христа живет нет он сказал мои заповеди они на всем доступны евангелие бог так чудно сделал каждому доступно а уж тем более в нашем современном мире никогда не делайтесь рабов этих сектантов когда они там что православных что католиков что протестантов мы его библию вам передали ну что теперь тебя куда тебя поцеловать в какое место за это это любовь называть ты будешь мне рабом дел что-то неистину передал да забери ее тогда обратно такую истину если ты меня порабощаешь бог не через вас эту истину открыл она всем доступна никому не принадлежит никто не имеет права давлять над ней вот поэтому даже любовь надо только к любящим тоже всю в евангелии рассмотреть как нас иисус какой например подавал какой путь прокладывал ну и я подвожу последний раз итог это уровень грешника это делают все и грешники кто каких своих богов любит одних или вторых или третьих у кого бог ток является каким кумиром к у собственное тело бог он там из залов не вылазит у кого это как и природа у кого животные может обхотворить кто своих детей бог творит родных на все готов кто родители кто друзей кто любовницу кто мужик ту жену любить любящего любит любого бога это одно и то же это не делает тебя ничего даже стыд типа любишь истинного бога творца неба и земли или как мусульмане другие прочие ты ничем от них не отличаешь они любят своего бога точно так же это планка грешника христианин и судиться как не грешник а как христианин будет за любовь кому господь возводит нас как и всех людей потому что он просвещает каждого человека приходящего в мир и светом этим одна от начала светил но люди отвергли от цвет это любовь к ближнему иисус рассказывает потом мы не вкладываем эти слова ничего иисус также в нагорной проповеди сказал что вам сказано древним люби ближневый да и ненавидь врага своего и кто знает прекрасный ветхий завет там ближним был только единоверец единоплеменец как хотите и в нашем мире то же самое то есть это просто чуть круг расширяется да этот человек может быть не прям тебя любит он никак ты с ним не живешь не спишь в одной кровати там как с мужем женой не живешь в одном доме как с братьями там с его своими друзьями каким-то может да это так единоверцы да здрасте до свидания твои соседи по подъезду это еще что-то это что-то вот такое да ну это это кто-то тебе все-таки есть и ярую и и и в законе моисе в еврейском народе тогда от от времен моисея это был чистый единоплеменец вот и все иисус рассказывает притчу когда его этот книжник который спросил его какая запасть в законе большая то меньше 2 1 иисус рассказывает притчу о добром самарянине из которой мы делаем вывод что ближний господь сказал это тот человек это нуждающийся человек на пути твоей жизни не зря там все это показано как шел этот самарянин то есть это путь моей жизни да мы видим этого избитого еврея иудея до который шел из иерусалима в иерихон мы знаем прекрасно что иудеи с самарянами не общались мы знаем с вами прекрасно что они над ними надмивались гнушались считали их ни за что вообще слова не разговаривали и этот самарянин оказал невероятную любовь к этому человеку он не просто посмотрел покачал головой он не просто там подошел но маслица ему поставил на песочек он не просто его возлил и перевязал он его посадил на своего осла сам шел рядом довез его до лечебницы до гостиниц как хотите там все нужды его оплатил чтобы его выходили и более того сказал что вернется обратно назад проведает как там что если даже больше сдержат все он заплатит за это вот такую нереальную любовь господь нас учит ко всем людям на земле к нуждающимся до проявлять которые помогут попадаются на пути жизни как я говорю на расстоянии вытянутой руки моей и на расстоянии шага на расстоянии моей ноги да сейчас земля у нас глобальная круглая интернет кстати это тоже имеет значение сейчас можно помочь людям на другом конце света ну понятно как ты руками ногами поможешь есть интернет знаешь можешь помочь деньгами еще как-то словом добрым поддержки или еще каким-то знаниями может помочь вот чему учит иисус поэтому конечно не важно хоть и там религиозник хоть и там кто если ты конечно хотя бы вопреки всем своим религиозникам вы знаете мне много раз рассказывали такие случаи буквально только недавно рассказали а думать что это неправда я не могу потому что мы знаем с вами прекрасно третье послание и она богослова где он рассказывает что уже самого и она богослова в какой-то церкви какой-то пастырь запретил служить братьям принимать их кормить и самого и она богослова не принимал удивительного здесь ничего нет а там не то что любви к посторонним там уже к ближним не было ой к любящим казалось бы они члены одной церкви вот так вот и я мне много раз уже мне столько свидетельств тоже вот звонит рассказывает что там творится в этих сектах это вообще караул запрещает действительно кормить голодных там бомжей и так далее мне реально все это рассказывали понимаете реально рассказывать что там свет жгут или еще что-то я просто в шоке вообще в доме божьем свет жгут чтобы плитку включить чтобы каши приготовить пойти бомжей покормить это же вообще караул и пастырь запрещает это делать я такого вот слушаю я просто поражаюсь вот конечно люди которые вопреки даже своим сектам из-за своих каких-то младенецких мыслей не мог оттуда выйти зачем туда ходит их там страхом понапугали о десятинах грабящих бога не покидание собраний своих хотя это я много раз рассказывал вообще другом речь идет как раз когда твое собрание гонима не вздумай отваливаться да и прятаться там об этом речь а когда твое собрание похоже на сборище сатанинское тут надо бежать сломя голову вот но если люди действительно соблюдают это то честь им и хвала это люди действительно взошли на уровень какой на уровне человека с большой букву ч или являются действительно принадлежат группе людей с большой буквы л вот неважно конечно какой он сфере религиозник он не верующий вообще или даже ученик типа христов пытается но это еще не христианин это еще не ученик христов он может себя называть игры тогда но это еще не он потому что когда религиозника беру я беру все там религии все направления неважно мусульмане еще кто-то евро есть группа вообще просто не верующих бога так назовем да не исповедующий хотя верит него не верит он просто есть группа религиозников и даже так называемым христиан выделим из религиозников разных религий христианства это неважно ты еще не ученик христов ученик христов как типа петра который Это тот человек, который говорит за Иисусом, который понял, что Иисус нам остался, что он пришел. Для чего он вообще пришел? Чтобы оставить нам пример и путь жизни проложил, по которому мы шли. И Петр, как прекрасный образец, понявший это, писал, что Иисус, страдая, оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Сразу два слова в одном предложении употребил, о котором говорил Иисус. Когда умывал ноги, он говорит, я вам пример подаю. Когда тот же самый Петр противоречил ему, что не должно страдать, он сказал, кто хочет, идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Все, потом ученики его поняли. И это уровень, конечно, только человека. Это еще не христианин. Это совсем не христианин. Потому что Иисус что ответил этому книжнику? Кто вспомнит? Вспомнили? Нет, я вам напомню. Он сказал, так поступай и будешь жить. Вот как добрый самарянин. Это только жизнь. Я всегда говорил, вы знаете, прекрасно, жить можно по-разному. Мы все с вами по-разному живем. Кто-то последний кусок хлеба доедает, никаких радостей, все болит, везде все плохо, проблемы, кредиты. А кто-то на земле, как в раю, живет. Жить можно по-разному. Ну, это земной образ, я вам на духовное переношу, да? То же самое здесь. Господь только сказал, что будешь жить. Вечная жизнь. Ой, вечная жизнь. Я спасен, я поверил в Иисуса. Ну и что? Я Евангелие услышал. Да молодец, возьми с полки пирожок. Какой ты великий герой. Да мне дела нет, в кого ты веришь? В Иисуса, в Бога, в дьявола, в сатану. Ты кто есть-то? Человек-то какой? Человек – это его жизнь, это его дела. Как ты ко мне, прежде всего, грубо говоря, человек оценивает, как человек к нему относится, к другим. Он видит, как он, что он говорит, что делает. Кого ты веришь, мне вообще без разницы. Иисус вообще не верил в Бога. Он никогда не говорил, что он верит в Бога. Никогда. Даже еврейскому народу, израильскому не было заповедей верить в Бога. Им почему-то надо было соблюдать законы и постановления Божьи. Но протестантам уже ничего не надо. Они просто поверили в Иисуса, и у них все хорошо. Хотя даже Израилю надо было не верить в Бога, а исполнять его заповеди. Но придумали себе диванную веру, очень легкую, очень простую, и живут. И ничего не добиваются, на самом деле. Все это бредни и сказки, вот и все. Человек – это его дела. И, конечно же, Господь детьми Божьими, богами, назвал только тех людей, которые будут подвизаться в делах любви. Вот это ученики Христовы. Это и есть боги и дети Всевышнего Севы. Поэтому Господь в Нагорной проповеди в своей, что по Луке, что по Матфею, неважно, так и говорит. Вам сказано древним, люби ближний, ненавидь врага своего. А я говорю вам, любите врагов ваших. И говорит, что это за любовь. Это благие слова, добрые слова. А мы не то, что к врагам. Тут своих готовы затоптать, дерьмом забросать с ног до головы. Благословляйте, говорит, проклинающих вас. Благотворите, то есть делайте добрые дела ненавидящим вас. И желайте, то есть как ты будешь это делать, если ты об этом не помышляешь. Молитва – это помышление сердца, другими словами, евангельским, библейским языком. В Библии нет никакого слова «совесть». Это уже там греческие переводы, апостолы уж так стали для язычников писать. А кто ветхий за это почитает? Ну, в Библии есть, вернее, это я так сказал, что нету. Как бы не должно быть, потому что в ветхом, знаете, нету слова «совесть». Понятия такого даже не было. Всегда был голос Божий, помышление сердца, слышащее, умное, слышащее сердце, которое слышит голос Бога. И вот у тебя помышление сердца, или твоя молитва должна какая быть? Благая. То есть желать этим людям все равно благо. Иисус только так назвал в Нагорной пробовании. Ибо только тогда будете детьми, то есть богами, как он в другом месте Иоанна говорил, будьте богами, как я вам еще через пророка в Детхом Завете говорил, и детьми Бога, Отца вашего Небесного Бога Всевышнего. Ибо Он, почему такими вы будете, потому что Он такой, Он благ к неблагодарным и злым, праведным и неправедным, и посылает свой дождь на грешников и негрешников. Вот где Иисус. Единственное место, где Он сказал, ну, я говорю, вот параллельные места есть. И все описал, что это такое, что такое ученики Иисуса. Ибо Он Сын Божий. Если мы хотим быть Его братьями и сестрами, если мы хотим быть детьми богов, Бога и богами, то мы должны что делать? Любить врагов. Естественно, любя любящих нас и ближних нас. Но надо понимать, кто такие ученики. Вот что такое христианство. И надо, конечно, запомнить это на всю жизнь. Иисус сказал в той же самым разговоре с Петром, с диалогом, а причем там написано, что Он повернулся и стал договорить со всеми учениками, со всем народом, который сказал, что кто хочет следовать за Мною, отвергнись с себя, возьми кресло и следуй за Мною. Ибо когда придет Сын Человеческий во славе Отца Своего со святыми ангелами, со тьмой, то воздаст каждому по делам Его. Бог никого судить не будет. И то, и то Иисус тоже вот к этому людям, которые не способны были по-другому слушать, так сказал. Но на самом деле Бог никого не судит. Бог никого не прощает и не награждает. Человек получает внутри себя. И когда это тело, как избавимся мы от него, человек получит то, и пожнет то, что он посеял. Вот и все. Мы сами своими делами строим и создаем, выращиваем своего внутреннего человека, древа жизни, как хотите. Это прекрасно. Мы сами это делаем. Ты милостивый, ты будешь красивым. Ты крепок, тверд и долготерпелив, у тебя будет крепкий скелет. Возьмите образ человека, у тебя будут крепкие кости. Вон есть мужики, там женщины, тайские борцы, они там бойцы эти ногами железные пруты сгибают, там кости ломовые. Ты веру, как это, уповающий на Бога, да, у тебя будут сухожилия такие крепкие, да, ты добрый там, у тебя будет благоуханный запах, да, и прочие-прочие вещи, да. У души есть внешний образ, он проявится. Мы точно так же будем иметь вид. Вот и все, человек получит то, что об этом учил Иисус и об этом учили все ученики. Вот эти протестантские бредни, православные, ортодоксальные, католические бредни, что можно что-то там купить и скупить, как в католичестве, какими-то индульгенциями или там 10 авамарии и подобного бреда, это все полное ахинея. То же самое православное, что можно, ладно, ничего не искупать, Бог благ, но надо прийти под полотенчико батюшки всю неделю грешить, потом прийти опять плакать, типа там сделать вид, пустить слезу и тебе типа что-то там прощается. Ничего у тебя не прощается. Ты какой есть, такой ты остался, а то и может вообще в другую сторону катишься. И уж я молчу, а точнее не молчу, говорю про этот протестантский бред, что тебе вообще все давно прощено и ты можешь ешь петь веселье, если ничего подобного. Апостол Павел потом будет писать, что посеет человек, то и пожнет. И там, кстати, он дальше говорит, я немножко сократил выборочно, чтобы на экране все-таки было крупными буквами, я словами вам уже говорю. Он, кстати, дальше продолжает, я пропустил один стих специально, но чтобы место сэкономить. А так-то он говорит, кто сеет в тлении, тут пожнет тление, а кто сеет в дух, от духа пожнет жизнь вечную. И все, и обязательно протестант обрежет это, лидер какой-нибудь, и ахинею своим ученикам, своим, не Христовым, навешает лапшу на уши. Делая добро, дальше Павел говорит, да не унываем, что посеет, что и добро, это и есть одно и то же слово. А то начинает, ой, тогда это надо, что посеет, все еще в дух, ой, надо в дух и сеять, надо Бога любить, молитвы, прославлять, всякая хинея, и заниматься, придуманный человеками, нет, родные. Павел все сам сказал, не надо в его слова ничего вкладывать, делая добро, да не унываем, если не ослабеем, и я поменял местами, единственное тоже, это опять же перевод, неважно, как Павел там сказал, он сказал, то пожнем, то в свое время пожнем, если не ослабеем, если не ослабеем, ты не спасен, ни по какой вере, ты завтра можешь свалиться. Ну, я естественно, местами поменялся, чтобы же просто картинкам соответствовало, если не ослабеем, видите, там рука сеющего, то пожнем, я просто местами поменялся, чтобы красиво было, вот и все. Давайте по-другому прочитаем, делая добро, да не унываем, делая добро, сеет человек, то и пожинает добро, потому что что, он и подразумевает, под что добро, он не подразумевает все эти заповеди человеческие, все эти обряды и повеления культа, что посеет себя, кто и пожнет, делая добро, да не унываем, если не ослабеем, и пожнем, если не ослабеем. Павел говорит, что пожинать ты будешь от добра, от дел добра, который ты творишь. Все остальное в мире, я говорю, мне дела никакого нет, во что ты веришь, чем ты живешь, как дышишь, а вот если ты не сделал добро, да, у меня к тебе любовь, вот эту любовь мы в мире сеем, и она процветает, размножается только тогда, когда мы сеем семена любви, то есть дела любви, потому что любовь, она проявляется в чем-то, вся человека, жизнь, она деятельная, мы что-то делаем, мы куда-то идем, что-то делаем своими руками, куда-то смотрим своими глазами, что-то слышим своими ушами, что-то говорим своим языком, мы что-то делаем, мы люди, мы не невидимые духи, вот об этом надо никогда не забывать. Вот так вот, мои дорогие, вот они, три уровня, грешник, level one, грешник, level two, человек, human, с большой буквой, только на самом деле, действительно, человек, который действительно, никогда не пройдут мимо несчастья ближнего, человека в нужде, в горе, в слезах, да, Господь не учил, конечно, и сам этого не дел, надо всегда сравнивать дела и слова Иисуса, не бегал он всем, понятно, не покупал Мерседеса, не строил квартиры, катайся, заборы и прочие вещи, ничего Иисус этого не делал, не нуждающимся людям, у которых и так все есть, а вот людям в нужде, то есть, конечно, любить посторонних, надо тоже не забывать, что это такое, я говорю, это надо понять вот это, Иисус не зря притчу такую рассказал, конечно же, это люди, как у нас есть там, да, как порог нищеты, вот это там, в странах, да, вот это, помогать, конечно же, Павел, кстати, понятно, там в Галатах пишет, так будем, я дальше тоже, там, я все, конечно, не могу вставить, приходит, своими словами говорить, но вы и сами-то можете почитать, тогда зачем бы я говорил, делай добро, допожнем, если не ослабеем, так наипаче будем, наиболее будем делать добро всем, а тем более своим поверье, конечно же, тем более своих поверье, во всем надо поддерживать, да, я говорю, своим поверье мы, конечно, не только кусок хлеба подаем, любовь проявляется во многих вещах, да, все эти вещи не лишние, у нас у всех есть телефоны, там, не знаю, квартиры, машины, что-то, это тоже вещи, тоже любовь, да, но никогда нельзя проходить, мимо горя, действительно, минимального ближнего, и любовь к врагам, это обязательно, не то, что мы своих поносим, а тут какая уж, ну, приходится говорить об этом, сам Иисус говорил и делал, и я делаю то же самое, вот, а мы действительно докатываемся, мы всех подряд поносим, даже которые нам ничего не делают, вот, это врагов надо делать, говорю, а возьмите вот этого ближнего, я говорю, не зря Господь прийти, я говорю, не зря Господь прийти, самарянин и еврей, иудей, который гнушался им, превозносился, пусть он у зла никакого не делал, но так вот, его мы тоже можем поносить, нет, а мы, я говорю, своих по всем кочкам носим, так что вот так вот, вот он, пожалуйста, левел 1, грешник, левел 2, уровень 2, человек, и уровень Бог, левел, да, это действительно, Боги, и есть Боги, уровень 3, и есть Бог, вы Боги и дети Всевышнего, все вы, в чем это проявляется, то, что я в Евангелие поверил, во Иисуса Христа я сижу на диване, или поношу всех подряд, нет, это именно любовь к врагам, как, нас всех кто-то обижает, что-то еще делает, как ты себя проявляешь, к этим людям, так что вот так вот, Иисус тоже ничего им такого сверхъестественного не делал, но действительно, это тот человек, который, когда к нему проявляется зло, никогда не ответит злом на зло, более того, постарается ответить, если в чем-то есть возможность, ответить добром на зло, Павел потом, уразумев это, который сам убивал и гнал, христиан, учеников Христов, церковь Божия Христова, что потом говорил, враг твой голоден, накорми его, жаждет, напои его, конечно же, это никакой не патриотизм, вот это все, все, что извращение человеческие, это все не евангельские учения, абсолютно, ну, так вот, на этом, в принципе, я думаю, у меня все, я надеюсь, вы эти три уровня запомните, это не говорит о том, что мы любим врагов и ненавидим своих, я вам тоже сказал, конечно же, все эти планки, любовь своих, любовь любящих, да, причем по образу Иисуса, я говорю, это не значит, что ты истину готов ради ближних продать, нет, от истины отрекаться нельзя, ни в коем случае, поэтому Господь и говорил, что будь в домах разделения, те, кто не примет любовь, не станет, не полюбит любовь, не станет понижать, у тебя с этими домашними будет, конечно, разногласия, проблемы, но одно дело отрекаться и вести себя с теми же домашними, которые тебя не понимают, проявлять им терпение, милосердие, да, можно уходить, закрыться где-то, этому учил Иисус, мы все это видим, обязательно надо разбираться, смотреть на жизнь Иисуса, как он жил, как поступал, то же самое, говорю, с посторонними, это не говорит там все прихоти исполнять, всех людей на земле, нет, но действительно, мы должны быть очень милосердными, не зря вот так называют добрый самарянин, да, очень добрыми, людям в нуждах действительно помогать, вот, ну и любовь к рогам, я говорю, это тоже, это благословение, благотворение, это желание внутреннее, вот именно изначально должно быть это учение, это мысль о том, что мне надо будет ответить, гоняющему меня, добро, это очень важно, вот, ну и помнить, что именно это и делает меня Богом, именно в этом, в подвязании, в подвигах такой жизни, я и становлюсь Богом, я становлюсь примером другим, я становлюсь Иисусом, я именно свечу Евангелия, дальше заквашиваю мир, вот это все надо понимать, ну ладно, уже долго об одном и том же разговариваем, на этом у меня все, я с вами, мои родные, любимые, дорогие, прощаюсь, всех обнял, поцеловал, по-братски, если мои ролики нравятся, считайте, что они несут людям радость, отраду, назидание, пользу, вы знаете, что делать, пишите ваши мысли в комментариях, делитесь эмоциями, я всегда с радостью читаю, что вы мне пишите, все, пока-пока, до встречи в следующем ролике. Продолжение следует...